А в отчине Кернаса Харькове разгорается бюджетно-медицинский скандал. Людей, страдающих диабетом, перестали обеспечивать инсулином. Поскольку чиновники, местные, министерские, никак не могут определиться, кто должен перечислять деньги. И пока они обмениваются словесными уколами, пациенты за жизненно важные уколы отдают последние деньги. Вот это инсулин, который я получила вчера на август месяц в количестве одной штуки. При норме в 9 штук для меня. У Татьяны Кокаревой тяжелая форма диабета. Каждый день она вынуждена делать по 5 уколов инсулина. Таких, как Татьяна Николаевна, государство обязано обеспечивать препаратом бесплатно. Но с начала года начались перебои. Того, что выдали в августе, женщине хватит всего на неделю. Мне нужно докупить 8 пенфилов по 130 гривен каждый. Это нереальная сумма для пенсии в 1500 гривен. В Харькове диабетом второго типа страдают более 7,5 тысяч человек. И все получили лишь треть доз инсулина от необходимого количества. В области обеспечивают инсулином. И полностью причем. Почему у нас и по два месяца не выдавали вообще? Вот иди умирай, хоть живой, прыгай в яму и все. Добиваться справедливости люди пытаются в Киеве и пишут письма в Минздрав. В Министерстве здравоохранения мне ответили, что обязаны выдавать инсулин 100% а не какие-то выдуманные нашей мэрией проценты. И обязаны вернуть то, что я затратила на инсулин. Вот письмо от Ульяны Супрун. Чтобы выяснить, почему сложилась такая ситуация, свой запрос отправили в Минздрав и мы. В Министерстве здравоохранения нам ответили. В Министерстве государство обеспечило потребности Харьковской области в инсулине на 76%. Остальное должен закупить Харьков за средства городского бюджета. К тому же, уточнили, в ведомстве Харьков использовал не все деньги, которые выделили на покупку инсулина. И подозревают, что чиновники завысили данные по количеству больных диабетом. Те отвечают с весны, пытаются доказать Минздраву, что все средства должен предоставлять Киев. Что касается обеспечения людей инсулином, это всегда была государственная программа. Нам все время пишут, что в рамках новых правил. Децентрализация. Мы работаем по новым правилам, которых мы не знаем и о каких правилах идет речь. Мы понятия не имеем. Чтобы полностью обеспечить препаратами больных диабетом харьковчан, не хватает свыше 22 миллионов гривен. И пока чиновники спорят с Минздравом, люди угрожают акциями протеста в Киеве. Светлана Шекера, подробности, телеканал Интерхарьков.